Ну давай перезапускаем трансляцию. О, идет, идет. Да, видишь, так есть, не виски там казалось, что тоже есть трансляция. Надо же тебя как-то создавал, ты че не так создал, а как-то пошли. Ну, сейчас идет трансляция? Да, да, да. Здрасте, друзья, оказывается, я 40 минут вел трансляцию, которая не шла. Ну что, давайте тогда попробуем еще раз. Ну что ж, бывает и так, и ничего в этом страшного нет. Итак, сегодня у нас трансляция, которая называется «Краткие ответы на большие вопросы». Я перед этим уже 40 минут здесь с вами разговариваю, никто не сказал мне, что трансляции нет. Ну что, бывает и так, знаете, ничего страшного. Итак, быстро отвечу на ваши вопросы. Всем доброго вечера, здравствуйте. Созидающий стек, Ализа, здравствуйте, Андрей, здрасте. Всем здрасте. Скажите, вы ничего не видели, да? Я понял. Ну что ж, давайте тогда начнем еще раз. Итак, уважаемые господа, я извиняюсь, я 40 минут с вами разговаривал, оказывается, у нас по техническим причинам что-то зависло и не было трансляции. Я рад вас всех видеть. Давайте еще раз скажу. Сегодня у нас трансляция будет называться «Краткие ответы на большие вопросы. Стрим по эзотерике». Давайте начнем. Попробуем это сделать быстро. А вам спасибо за терпение, за то, что вы просидели 40 минут и прождали меня. А я, оказывается, все это время духовно и душевно с вами уже общался. Ну, начнем все заново. Итак, сегодня я подготовил вопросы в GPT-чате и постараюсь вот эти все вопросы вам озвучить. GPT-чат подсказал мне, также я отвечал на те вопросы, которые вы задаете, но вы их не услышите, значит, это не важно. Итак, первый вопрос. Как начать практику медитации для развития интуиции? Смотрите, самые простые практики медитации для развития интуиции, которые может совершать человек, это чувствовать, научиться чувствовать того человека, который находится рядом. Научиться чувствовать, возможно, если отключать чуть-чуть сознание. Смотрите на человека и концентрируйтесь на то, что вы чувствуете. И в этом случае чувство – это самый важный такой компонент. Чувствуете, что вы ощущаете, когда смотрите на человека, когда видите человека. Существуют определенные такие дыхания и мантрочки простейшие, которые могут помочь человеку очень быстро научиться или включить у себя интуицию. Это слог «ИМИ», «ИМИ», «ТИМИ», «А». На вдохе и выдохе можно делать. Показываю, как это делается. На вдохе, с вдоха начинается, человек произносит «ИМ» на вдохе, после этого «И», вот так. После этого «ТИМИ», «ТИМИ», и после этого на вдохе «А». Таким образом, «ИМИ», «ТИМИ», «А» является мантрой развития интуиции и поможет вам очень мощно развить свою интуицию. Развивайте интуицию. Развивать ее очень несложно. Очень такие простые методы существуют. Также очень хорошо можно читать мантру, допустим, «Гейка Ом» – это мантра интуиции. «Хачач» на вдохе и «Ка» на выдохе – это тоже мантра интуиции. Можете их использовать. Это все слога, которые открывают чувственный аспект нашего сердца, помогая человеку более тонко чувствовать тот мир, в котором находится. Просто расслабьтесь, посмотрите на человека, подумайте, можете ли вы его обнять. Что при этом вы ощущаете? Хотите ли вы его обнять? Есть ли у вас к этому человеку чувства? Какие они возникают? Приятные, неприятные? Не торопитесь с выводами, не включайте мозг, не думайте об этом. Это все в комплексе поможет вам развить интуицию. Второй вопрос. Какие древние тексты лучше всего изучать для понимания основы эзотерики? Изучайте мои книжки. У меня есть 4 тома книг, он называется «Введение в эзотерику». Это не древние, но при этом в них вы сможете узнать огромное количество информации, всевозможные, самые чудные и самые потрясающие. Третий вопрос. Какие кристаллы могут быть использованы для исцеления и саморазвития? Самые простые кристаллы, которые могут быть использованы для самоисцеления и саморазвития, это кристаллы, которые соответствуют вашему генитурному вектору. Из всех кристаллов, самый лучший, это янтарь. Он подходит всем абсолютно. Главное выбрать. Сегодня о генитурном векторе расскажу. Что такое аура? Как ее можно визуализировать и чувствовать? Аура человека напрямую связана с тем, что об этом человеке думают. Допустим, как это может быть? Вот о вас думает какой-либо человек и говорит, вот это Дуйко он сказал, или он поступил так, он пообещал. Аура у меня будет вытягиваться на уровне головы. Или вот он сказал на уровне рта. Или вот он кричал на уровне горла будет вытягиваться. Или обо мне думают, вот он бесчувственный, который там вредный, будет вытягиваться на уровне груди. А он такие поступки совершил на уровне спины. А он там очень много всего хочет на уровне живота. Он вообще везде мусорит, какашка обо всех, говорит плохо на уровне половых органов. Или он там озабоченный, или еще что-то. То есть это может как с внешнего мира вытягиваться и вытягивать ауру человека, так и сам человек может, допустим, мужчина может думать так, ой, как я ее желаю, мне бы ее хотелось. Вот на уровне второй чаклы половых органов может вылазить. Человек говорит, ой, как мне страшно, я не знаю, я боюсь выступать, сжимается на уровне первой чакры. Или человек говорит, я ненавижу их, ненавижу, у человека может очень подниматься аура над головой и даже разрываться. Таким образом, как же это все восстановить? Первый, самый простой способ указательным пальцем правой руки нужно себя обвести раз, два, три и запечатать со всех сторон омахум хохри, омахум хохри, омахум хохри. Также ритуальная защита может помочь человеку избавиться от вот таких проблем, которые связаны с болезненной, прорывающейся аурой и так далее. Какие техники самогипноза эффективны для личностного роста? Обучаю вас самогипнозу. Смотрите, как это легко делается. В чем особенность? Смотрите, наше сознание, оно современное, а наше тело со всеми клетками, оно имеет еще параспособности к самовосстановлению. Сознание мешает, потому что если тело начнет самовосстанавливаться, то зачем сознание? И человек может самогипнотизировать себя и сам вводить самогипноз. Каким образом это делается? Не сложно. Необходимо сказать, моя голова отдельно, а мое тело отдельно. И после этого сесть и сказать себе, я не могу пошевелить левой ногой, правой ногой, левой рукой, правой рукой и телом. После этого сказать, мое сознание само по себе, а тело само по себе. Дальше провести влияние или провести внушение, сугестию сказать, пусть после того, когда я досчитаю до 100, мое тело самовосстановится и позвоночник перестанет болеть. Пусть там нога перестанет болеть, сустав восстановится. Пусть во время того, когда я буду считать или когда я произведу 100 вдохов и выдохов, у меня перестанет болеть живот или я помолодею, какую-нибудь программу поставить. После этого перед телевизором сидите и делайте так, не шевелитесь и произносите раз, два. И чувствуете или не чувствуете, уже не важно. После того, когда главное не шевелитесь, после того, когда 100 раз посчитали, можете шевелиться, это самый мощный метод. Второй метод, который мы выпускаем и который прямо очень советую делать, это метод, который мы можем делать перед сном. Ложитесь, перед сном не шевелитесь и говорите, мое сознание отдельно, а тело отдельно, но мое тело подчиняется сознанию. И после этого говорите, когда я засну, все мое тело перейдет в состояние гипноза или гипнотического влияния где я ставлю программу где каждая клетка моего организма во время моего сна самовосстанавливается где восстанавливается печень случае если болит или исчезает боль с правой стороны где почки начинают правильно работать костная система восстановится где я становлюсь моложе там мои мой организм начинает самовосстанавливаться мозги самоостанавливается сетчатка самоостанавливать как только я перейду ко сну моя программа начнет спала и сильно работать и когда я засну она начнет работать а когда я проснусь то встану здоровой веселой перестану чувствовать боль и восстановлюсь после этого там не включая телефоны не ковыряясь телефоне ложитесь направо или налево все равно и спите это мега мощно многие люди просто не понимают насколько это колоссально и мощно работает это мега мощно пользуйтесь на здоровье зачем ходить и слушать курсы не надо ждать чтобы вас никто никуда вводил если вы вводите сами себя то не бойтесь что вы не выйдете из этого все почему если человек не выходит из гипноза он переходит в сон потому что транс всегда переходит сон и после этого высыпается вот и конец вот и сказки молодец перед сном говорите каждая клетка моего организма больше не хочет бухать каждая клетка моего организма больше не желает курить и дым вонючий неприятный меня тошнит от дыма тошнит меня в носу в горле во рту в легких в левом легком в правом легком самой нижней части тошнит от дыма болит живот от этого не могу больше курить руки трясутся от этого и эта программа начнет работать где каждая клетка будет ненавидеть курение от начала и до конца и это с самого утра до самого утра а утром когда я проснусь у меня будет ярко выраженное внутреннее отравление и отвращение вернее дымом и желанием курения как говорят у нас в одессе поздравляю вы сами себя начинаете гипнотизировать такие это очень эффективно я этим пользуюсь всю жизнь она молодец ложите говорите все я не могу пошить левой правой голова отдельно моё тело все сосредоточено она слышит меня слышит слышит а я весь расслаблен после этого каждая клетка моего организма сама восстанавливается и сейчас когда клетки настроились на то чтобы слышать мои указания я ставлю программу пусть каждая клетка восстанавливается я становлюсь моложе становлюсь моложе визуально где лицо подтягивается подбородок исчезает там бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла а утром когда я проснусь я увижу эффект или и я худею особенно на уровне живота на уровне боковых частей своего тела на уровне бедер все отлично понимаете вот так надо это шикарно и утром когда я проснусь замечу результаты да будет так и ложитесь ой слава богу ой я утром проснулся на что же будет будет так и будет самогипноза для личностного роста ну и для личный личностный рост зачем нам тут лично какие мантры лучше всего какие мантры лучших какие мантры лучше всего подходят для повседневной практике смотрите мантра ома не подмых он поможет вам справиться с эгоизмом если человек мучает я не знаю мне все раздражают мне все бесит читайте ома не подмыхом они подмыхом они подмыхом они подмыхом злитесь на всех ненавидите бесят вас всех раздражаетесь так вспыхиваете на всех читайте ом на мах шивая ом на мах шивая ом на мах шивая будете добрый как котик он на мах шивая ом на мах шивая не знаете что предпринимать запутались жизни вообще не знаете что делать читайте ом гатэ гатэ парагатэ парасан гатэ бодхи суха ом гатэ гатэ парагатэ парасан гатэ бодхи суха и это мантра поможет вам как откроются глаза начнете видеть все вокруг как к вам относится и так далее болеете там вас заболевание можете читать беканзе беканзе маха беканзе ранзе саму тгат и сухо там допустим плохо к вам люди относятся вы себя ненавидите можете читать он тарет у тарет урысов допустим у вас плохие отношения семье муж не любит жену жена не не любит мужа читайте мантру в аджа сатвом в аджа сатва сама а в случае если у вас враги там кто-то забирает имущество что-то забирают у вас читайте он ахум ваджра гуру подносит хихун тогда и долги простят и все будет жизни хорошо но если совсем все сложные болезни и враги и всех ненавидите тогда он бурба вас вахат от савитур вареньем бургода васи дымать идиюна прочё даят а какие еще есть но можно будь какие читать они все мега эффективны мега универсальный мега сильны допустим муж живет не спит с вами не любит вас и не уходит и чтобы вот как бы поставить все на свои места можно читать на мосок то нам сами сам буду я катинам тадят ом каликунда сваха ерчик может считать вам драм-драм сах сук шукры я намах тогда к нему начинают хорошо относиться человек может читать ом на морад на троям ахи духи хи сваха вылечить себе позвоночник человек может читать что там он может то что хочешь он кышна его судовая хара парам атманы портат кыша на шагу винда и нам у намах карма очищаются одним словом мантр хватает переходите на мой сайт дуй ку гуру там миллион мантр просто миллион пользуясь случаем хочу сказать что прямо сегодня оканчивается акция где вы можете приобрести все мои ступени по скидке потому что черная пятница черная пятница тибетской формулы сегодня начинается а вот школы кайлас прямо сегодня заканчивается именно поэтому если вы что-то не успели приобрести обязательно приобретите мои с мои самые лучшие семинары это семинар прежде всего обрядовая магия и обучение двухдневный семинар обучения обрядовой магии мега интересный мега яркий обязательно пользуйтесь дальше что такое рейки как она работает рейки это интеллект доброты и разработала женщина которая находилась в японии и когда прикладывает человек руки то рейки и без инициации не работают что такое инициация женщина это развивала в себе чувство все сильнее 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 она это фиксировала в виде символов и это передается теперь в виде инициации поэтому я считаю что рейка занимается без инициации нельзя а если есть инициация то она подтверждается эффективностью случае если вы без инициации хотите помогать другому человеку то можно и без рейки приложили руки отвернулись от человека и почувствовали что вы невероятно со всей силы любите сначала этого человека а потом еще и любите как будто котика гладите его еще и внутренний орган так вот и будет работать рейка дальше как практиковать осознанные сновидения и что они могут раскрыть когда ложитесь спать для нас важно запомнить сон когда проснетесь запишите ли вспомните этот сон если так делать ежедневно открывается интуиция раскрывается канал ясновидения это для нас самое важное использовать осознанные сновидения невозможно до момента пока вы не начнете вспоминать свои сны вспоминание своих снов есть элемент развития ясновидения и развития своего но как начать видеть осознанные сны начните больше чувствовать постарайтесь на протяжении дня как можно сильнее расширять свой чувственный аспект чувствовать это не думать вот смотрите на что-то и как только мысль появляется отгоняйте попробуйте почувствовать цветочек там попробуйте почувствовать человека попробуйте почувствовать воздух попробуйте почувствовать в сторону тепла сторону радости это и есть то что потом вам откроет откроется в процессе создаст в процессе ясновидения осознанную и левитацию и все остальное. Все остальное это иллюзии. Что такое чакры и как их можно гармонизировать? Смотрите, обучение чакр на протяжении двух минут. Засекайте время. Вы так много времени тратите на то, чтобы читать толстенные книги по чакрам и так далее. Как открываются чакры, какую чакру единственную вам нужно реализовать и что такое чакра? Смотрите, оказывается у каждого человека есть чакра сборки. Каждый человек рожден в определенной чакре и у каждого человека есть определенная чакра максимально сильно работающая. Как определить? Я об этом скажу чуть-чуть позже, а сейчас как работать с чакрами? Смотрите, мизинцы вверх, первая чакра открыта. За что отвечает? За то, чтобы у человека не было проблем, не было никаких ситуаций, связанных с заболеваниями, чтобы человек мог прощать, не обижаться. Закрыта чакра, обижайтесь. Вторая чакра открывается. Когда вторая чакра открыта, то тогда у человека появляется желание, они реализовываются, вы нравитесь близким, вас желают, к вам относятся хорошо, у вас появляются дети. Третья чакра, три пальца вверх. Когда вот так три пальца вверх, у вас третья чакра открыта. И первая, и вторая, и третья при этом. Потому что так открывается первая, так открывается первая и вторая, так открывается первая, вторая и третья, и работают мощно в связке, гармонично. Если только так, то тогда работает там другая. Ну, три чакры. Когда вы держите вот так три пальца вверх, то у вас работают три чакры. Это говорит о том, что вы целеустремленный, красивый, нравитесь людям, у вас харизма, вы умеете разговаривать красиво, красочно. Как открыть четвертую чакру? Необходимо этот палец поднять вверх, и вот таким образом открывается четвертая чакра. Вас начинают обожать, к вам начинают хорошо относиться, вас хотят обнимать. Вот так пятая чакра открывается, у вас появляется творчество, у вас появляется идея, у вас появляется желание что-то реализовывать, предпринимательская деятельность. Вот так шестая чакра, не напрасно говорят, ну-ну-ну. И у человека открывается шестая чакра, он становится человеком, которому все улучшает, ум улучшает, человек становится гениальным. так открывается седьмая чакра и так как открыть чакры человек произносит слог о вот так или после этого смотрите у вас есть люди которых вы ненавидите и хотите их наказать как это сделать берете вот так и произносит у ух ты получишь ух ты получишь 7 чакра разрушает тех людей которых вы ненавидите сразу же хочу сказать бойтесь разрушать людей пошли за это вас накажут дело в том что седьмая чакра и и очень сильно раскручивать нельзя но начитавшись текстом и начинаем обычно думать 7 самое главное она корона и на прямо величием и такие супер нет 7 чакра это чакра убийца она разрушает других людей но обычно если человек ненавидит весь мир то чакра 7 она вырастает становится огромной аж энергетический кокон ломается аура лопается по штамм 7 чакра над человеком она раскручивается в виде вентилятора и кокосами рубит всех вокруг поэтому когда человек ненавидит всех окружающих ненавидит то его 7 чакра она начинает очень сильно работать потом со временем падает у человека если в правую сторону онкология или там детей рубает если в левую то у человека неприятности сумасшедшие в тюрьму его садят нельзя просто так ненавидеть нельзя если ненавидите то не делайте никакие чакры вверх с чакрами понятно смотрите быстро я вас научил как гармонизировать все чакры сложить руки как с гармонизировать все чакры посидели перед телевизором и так 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 после этого сложили ручки боже мой допустим моей жизни все будет хорошо провели вот так и все и хорош как практиковать холотропное дыхание каковы его преимущества когда ребенок рождается то первое что появляется у ребенка это кислородом наполняется все тело пуповину отрезали кислородом наполнилось наше тело так устроено что каждая клетка живет сколько ей написано в ее днк таким образом клетка новая появляется и наше тело она обновляется бесконечно гипоциты обновляется наше тело обновляется клетки кожи клетки легких все обновляется новое вырастает из стволовых клеток старая разрушается и выводится из нашего организма при этом глюкозой питаются митохондрии сама клетка формируется за счет аминокислот аминокислоты формируются нашими железами и наши железы формируют аминокислоты и собирают их беря их из белковой пищи которую мы получаем и из жиров и так далее жиры жиры запасают дают дополнительную эндогенную воду и так далее сама клетка она сама по себе нуждается в кислороде кислород воздействует на митохондрии включается цикл крепца глюкоза растворяется проявляется в начале молочная кислота она превращается за счет пироват киназы тумар м4 тумар м2 и тумар 1 превращается в арома масляную пироват виноградную после этого происходит карбоксилирование и мука висцеральные комплексы такие как дыхание с выделением углекислого газа или вторичное выведение с образованием амина этих ацетиламино трансфераз или трансфераз выводят из организма там висц уже другим мука путем или мука висцеральным или висцеральным путем не муколитическим и висцеральным таким образом мы происходит процесс нашей жизни где кислород является мощнейшим окислителем без окисления не было бы растворения глюкозы не было бы этого всего и не было бы карбоксилирование акселирование карбоксирование не было бы деятельности это все минус чем когда мы дышим то это еще и является элементом нашего старения потому что появляет свободные радикальные соединения не накапливается в теле наше тело придумала это все объединять между собой она может создавать из определенной аминокислоты которая называется аминокислотой цистин наш организм из цистина может создавать две аминокислоты это аминокислота цистерин и цистеин таким образом цистерин цистеин цистеиновые комплексы они способны собирать вот эти свободные радикалы и выводить чем больше свободных радикалов тем старее человек организм не справляется и если взять взрослого человека и маленького человека то цистеина у маленького больше а у взрослого меньше почему потому что цисты информируется за счет лизоцима а лизоцим формируется за счет слюны или зацимовых желез которые выйдет которые есть в каждой железе внутренней секреции так железы стареют появляются вот эти перегруженные состояния это все приводит к тому что человек становится старым человеку необходимо дополнительно давать цистин а как это устроено аминогруппа и свободный электрон которому присоединен углерод у цистерина есть амин и рядом есть свободные электроны у цистина свободных электронов много этими свободными электронами он может собирать вот эти оксиданты которые есть в организме и выводить именно поэтому если вы занимаетесь холотропным дыханием то вы будете всегда молодым человеком или всегда будете моложе выглядеть всегда будете себя хорошо чувствовать какое-то дыхание то не нужно ничего делать просто быстро подышить не обязательно глубоко можно поверхностно это не имеет значения но важно в этом всем обязательно выпить таблетку цистина в моей компании продается сегодня начинаются скидки какие существуют различные пути и пути в шамаизме и как их изучать вообще существует древняя ведическая культура и там есть древние ведические книги одна из них называется упанишады упанишады это свод законов которые называются сводами самана заметьте саман и шаман одно и то же там обучают человека контактировать или ощущать мир через семь элементов эти семь элементов там обозначаются как небо как огонь как воздух как вода как земля и так далее и объясняется как человек может почувствовать каждый из вас имеет опыт какой у кого-то болит сейчас сустав или болит там тело на изменение погоды это говорит о том что вы шаман умеющий управлять погодой а если вы чувствуете чувства других людей вы шаман умеющий управлять чувствами других людей а если вы говорите я легко привлекаю в жизнь деньги вы шаман легко привлекающие или управляющие деньгами а если вы там можете разозлить всех просто своим видом вы шаман который может разозлить всех своим видом то есть это говорит с применением вот этих вот систем также шамаизм используют определенных духов и там об этом говорится есть даже такие слоги которые управляют этим и человека обучают этому самые простые методы которые могут помочь человеку из из использовать шамаистический лишь аманистические практики это использование вот этих элементов каким образом представляя себя горой вас уже никто не выгонит представляя себя деревом к вам начнут хорошо относиться представляя себя водой сможете более быстро выздоравливать или более быстрее себя там лучше чувствовать вот таким образом и происходят вот такие процессы самовосстановления очень широко это использовал допустим кто там из таких знаменитых эзотериков советского союза давайте кого-нибудь вспомним левашов допустим да вот почему то левашов левашов использовал каким образом он использовал но он говорил так я представляю вот как он приготовил трансформатор то есть он говорил человеческое сознание может формировать трансформатор или реактор или он говорил это конденсатор там или еще как-либо я извиняюсь я никого не хочу обидеть давайте мне простим за мою безграмотность и плохую память знаете бог с ним это мое мнение там я маленький человек не до левашова далеко а левашову до меня и конечно же представил как он это все делал я сделал как он рассказывал то есть он взял свой сад при этом представил будто этот сад это энергоинформационные элементы то есть вот я представил сад свой сияющим на черном фоне при этом я представил будто под этим садом есть энергетика которая является или питается космосом то есть я представил космос представил на представил там солнце и представил будто это все питает корни этого дерева а небо представил другой системой более светлой которая питает сверху это все и сказал пусть мои деревья они дают максимально много и пусть это будет на протяжении так вот что когда я поставил такую программу поставил цифровую систему то оказалось туда действительно раньше яблоки не давали а в этом году мы яблок собрали с каждого дерева там потоне раньше деревья не росли в этом году дерево которое должно расти 60 сантиметров выросла на полтора метра то есть я могу сказать что да действительно те методы которые он использовал методы создания реактора они могут быть исследований до их можно использовать можно ли проводить такие методы для того чтобы деревья не замерзали и так далее ну вот я вам говорю что можно прошлом году я поставил программы на виноградники мы их не обматывали они не вымерзли в этом году было очень много винограда при этом я ставил программу на деревья и виноградники чтобы их там тля не трогала, скворцы не клевали черешни. И что вы хотите? Все это сработало. Черешни не были выклеваны, виноград тля не поела. То есть можно сказать, что человеческое существо имеет уникальные способности. Зная методы, оно может действительно ставить такие программы, в ходе которых это все может фактически работать. Значит, это говорит о том, что недоисследование и о том, что, скорее всего, профессор или академик Левашов были где-то в своих выводах правы. Но этот человек может повторить. Да, я повторяю, и вы тоже сможете. Как применять числовую символику в жизни эзотерической практики? Смотрите, возьмите свой год рождения и месяц, и число. Вот смотрите, возьмите год рождения, там, 1971, 11, 11, там, или 16. Соедините это все между собой, у вас получится определенная цифра. Какие это цифры? Это цифры от 1 и до 9, больше не бывает. Что вам нужно знать в жизни? Вам для того, чтобы жить в гармонии, не хватает определенной цифры, которая в сумме получит девятку. Смотрите, соедините свои цифры, у вас получится от 1 до 9. Но если вы девятка, вы все равно не в гармонии. Почему? Вам нужна еще одна девятка. Вам нужна еще одна девятка. Как использовать это? Смотрите, вы можете посчитать, у вас получится цифра, допустим, вы пятерка. Вы можете сделать себе талисман, пентакль, написать на него четверку и поставить с четырех сторон плюсики. С четырех сторон плюсики будут притягивать вашу жизнь к гармонию. Таким образом, вы восстановите свой, он называется, генитурный пентакль. И в сторону радости, счастья. Также каждый камень, который есть на земле, может иметь определенное число. От 1 до 9 рассчитывать может такой человек, как я. Приходите ко мне на мой канал Янтарь, где я продаю янтари. Я вам рассчитаю и скажу, к какому камню, какой относится, какая цифра. И помогу вам подобрать для вас ваш нужный. Как использовать звукотерапию для улучшения благополучия? Напрямую. Берете, заходите на мой сайт ДуйКо Гуру. Там на сайте ДуйКо Гуру есть кнопка такая, называется Сидхи Саунд. Выбираете себе стать богатым человеком, включаете шум, одеваете наушники и слушаете. Таким образом сможете себе помочь. Звуковая терапия улучшит ваше благополучие. Какие методы дистанционного исцеления, как они работают. Мысленно представили человека, приложили к нему руки в то место, где у него болит. И думаем, что он маленький и начинаем к нему обращаться. Говорим, ты мой хороший, ты мой золотое солнышко, ты мой тепленький, ты мой зайчик и так далее. Что может происходить в этот момент? Смотрите, если там есть боль, то у вас здесь будут покалывания в руках. Если боль, то у вас будет покалывание. Вы можете эти покалывания хватать, как иголочки, и вот так себя сбрасывать. Или представлять, будто вы берете, ложите руки, и если там гудит, то мысленно, с выдохами, успокаивают. Как будто вы взяли чашу, она там гудит, и вы приложили, и чаша эта перестала гудеть, успокоилась. Перестала гудеть, успокоилась. Так дистанционно вы можете помогать человеку. Так, сколько у нас уже идет? Жень, сколько у нас идет уже семинар? Не знаешь. Так, сейчас я попробую посмотреть. Ладно, надо отвечать на вопросы. А то я что-то разговорился. Аша хрип. Так, быстренько надо отвечать на ваши вопросы. Потому что у нас сегодня ответы на вопросы должны быть и так. Начнем снизу. Уже, Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, какое значение имеет пианино в доме? Смотрите, пианино в доме, это отделяет человека от остальных людей. Чем? Смотрите, каждый человек, он в определенном эгрегоре. Есть большой эгрегор людей несчастных. У них, они все одинаковые, все несчастные люди одинаковые, у них приблизительно одной цены вещи, приблизительно одинаковая жизнь, приблизительно одинаковый доход. И человек может каким-то образом выходить из этого эгрегора. Одно из элементов это приобретение артефактов. Это старинная вещь или ряд старинных вещей. Это покупка золота. Зачем люди покупают золото? Покупают золото для того, чтобы быть более теми людьми, у которых есть такие вещи. И это их автоматически отделяет от тех людей, у которых нет. Таким образом, человек переходит в новый эгрегор. Эгрегор успешных, у тех, у кого есть золото, у тех, у кого есть сбережения. Пианино тоже элемент, который помогает выйти из вот такого эгрегора. Поэтому пианино дома, это хорошо. У меня тоже есть пианино и дома, и не дома. Романчук. Доброго вечера, учитель. Колишний повернулся до меня. Кажешь, окохаючи, выйду на створите семью. А вот сейчас смотрите. А если я скажу, что нет? Вы не боитесь? Вы прям не боитесь, да? Если я прямо сейчас скажу, что нет, то что это даст? Не поломает ли это вас? Зачем вам это? Вообще, вот там, когда купит квартиру? Послушайте, а вы не боитесь, что я скажу, что купит через 30 лет? Вообще не боитесь? Мы с подругой не общаемся вместе. Помиритесь, да? Мавлютов, получается 39. А, и там надо 3 и 9 между собой прибавить. Как бы учились в школе, говорю, прибавляйте, прибавляйте ей. 39 получили, так прибавь 3 и 9. Что такое? Что? В какой школе учились ей? Не были математики, возьми калькуляторки. Везде, что бы я ни купил, а дают сдачи намного больше. Я при этом в шоке. К чему это? Как поступать? Никак не поступать. Просто так. Здравствуйте, что дают человеку мантру Мани Подмухом. Мани Подмухом делает человека менее эгоистичным. Потому что если у человека претензии ко всем, ага, и вот так, и вот так, и на меня посмотрите, не произделало. Ну вот, это все уберется. Мани Подмухом перестанете раздражаться на всех. Перестанет вас колбасить претензии ко всему миру. Каждый день слушаю другим, советую, супер, работал, собрал, учитель, очищение, защищает, гармонизирует, создал для счастья, радости, от души, спасибо. Что вы написали? Это мне? Ничего не понял. Имеет ли смысл пройти семинар подключения к индийским богам, если прошла марафон на седьмую ступень? А первые семь прошли, или вы так седьмой начали, в обратную сторону пойдете? Человек думает, что он автомат, подключается как реактор. Знаете, к этому подключился, к этому. Нет. Подключение к индийским богам есть смысл всем. Что делает человек, который крестится? Человек, когда приходит в церковь, он крестится. Вот смотрите. Когда человек крестится, он рисует плюсик себе. Допустим, рисует плюсик. Ой, Господи, помоги, дай мне счастье. То есть плюс счастье, плюс счастье, плюс счастье. Но бывает еще по-другому. Вот смотрите, так допустим человек, раз, два, три, четыре. Правильно. Но дело в том, что можно по-другому посчитать. Раз, два, три, четыре. И рука вниз, пять. А это уже пять концов. А пять концов это пентакль. А пентакль это уже другое. Поэтому все имеет значение. Хочу поделиться. Я практиковала коды на выигрыши, деньги выходя во двор и глядя на дома напротив. Вдруг вся улица выиграла в лотерею. У нас есть лотерея по индексу, работает. Вам они должны. Как эзотерично успешно купить квартиру, притягнуть та, яка сама потребна. Включайте восхищение. Восхищение делает, исполняет желание. Восхищайтесь. Рассматривайте чужие квартиры. Ой, какая красивая. Ой, какая красивая. Ой, какая красивая. А это какая красивая. Вот это и приведет вам. Ну, вопросы мне не интересны, поэтому я буду заканчивать. Здравствуйте, моя взрослая дочерь. Периодически бывает тремор головы и рук. Началась еще в школе. Подскажите методы влечения. Нужна гамма-амино-масляная кислота? Давайте этот препарат. Он называется габа. По одной таблетке два раза в день. Также, чтобы не голодала, давайте л-триптофан-мелатонин. По одной таблетке на ночь. Небольшие дозировки. А на протяжении дня алгоцин. Одна чайная ложка на литр воды. На протяжении дня, чтобы пила по чуть-чуть. Когда трясется голова, это говорят, что не хватает меди в организме. Андрей Андреевич, можно ли несколько раз прослушать чудный гипнотический сеанс на выздоровление с установкой программ? Достаточно одного раза. Ой, боже мой. Ну вот смотрите, я его выложил. Зачем? Сколько хотите, столько смотрите. Почему одного раза достаточно? С чего вы решили, что на вас повлияет с одного раза? Вот что такое внушаемый человек? Или можете полностью расслабиться? Нет, человеку нужно многократно проходить гипнотические внушения. Многократно. Тысячу раз. Ну что ж, сегодня у нас получился великолепный эфир. Я надеюсь, он вам понравился. Я хочу сказать, что сегодня на моем сайте Дуйко Гуру заканчивается акция, где вы можете приобрести все мои ступени и все мои семинары с огромной скидкой. И эта акция закончится сегодня. Но на сайте Тибетская формула сегодня начнется акция, где все мои препараты, биологически активные добавки и препараты из растительных лекарственных компонентов вы можете приобрести с существенной большой скидкой. Поэтому поторопитесь сегодня это все сделать. Также я приглашаю вас перейти на мой канал, который называется Янтарь в Телеграм-канал, где я сегодня опубликую новые мои камни. Каждому присвою генитурный вектор. Вы сможете для себя приобрести ваш персональный с генитурным вашим вектором. Еще и с определенной моделью влияния. И помочь вам, вашим детям и так далее с приобретением данных камней, для того, чтобы они более эффективно и массированно и мощно работали с ними. Еще раз краткие ответы на большие вопросы. Стрим эзотерика от Андрея Дуйко. Большое спасибо за соучастие и до свидания.